МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го канала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. В Воронежской области зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. В столице Черноземья продолжается специальная обработка подъездов многоквартирных домов. Как не сойти с ума в период пандемии, советы выживших и комментарии специалистов. К событиям в регионе мы вернемся после обзора мировых новостей. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 9 миллионов человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса, где отслеживают статистику заболевания в режиме реального времени. Больше всего стран от эпидемии пострадали Соединенные Штаты Америки, где выявлены около 2,5 миллионов заболевших COVID-19. На втором месте Бразилия свыше миллиона, и Россия 591 тысячи инфицированных. От болезни умерли в общей сложности 472 тысячи человек по всему миру, 4,5 миллиона человек излечились. 22 июня в Россию из Германии отправился грузовой состав с 600 тоннами радиоактивных отходов. Об этом сообщила экологическая общественная организация «Экозащита». Грузовой состав из 12 вагонов стартовал из немецкого города Гранау в земле Северной Рейнфестфалия, где расположен завод по обогащению урана. Отходы отправили на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске Свердловской области. Также, по данным экологов, часть контейнеров погрузят на судно Михаил Дудин, которое в начале июля прибудет в порт Ость-Луга под Петербургом. Согласно подсчетам «Экозащиты», с начала 2020-го в Россию доставили свыше 3000 тонн ядерных отходов. Их поставки из Германии в Россию возобновились в 2019-м, после десятилетнего перерыва. По словам специалистов, 98% от объема ввезенных отходов остается в России навсегда. Власти штата Аляска вывезли из удаленного лесного района старый автобус, который много лет был местной достопримечательностью и привлекал множество туристов. Об этом пишет ТАСС. Автобус знаменит тем, что в 1992 году, в нем несколько месяцев, жил и умер американский путешественник Кристофер Маккендлес, о котором американский писатель Джон Крокауэлл написал книгу под названием «В диких условиях». А в 2007-м вышел одноименный фильм режиссера Шона Пэна. Автобус подняли в воздух с помощью грузового транспортного вертолета Национальной гвардии США и доставили в безопасное место. Теперь власти думают, что дальше с ним делать. Решение вывезти автобус было принято по соображениям безопасности. В прошлом не раз были случаи, когда туристы, приехавшие посмотреть на него, терялись, получали травмы или погибали. Новости республик бывшего СССР. Суд в Бишкеке признал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета и назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискации имущества. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год. В 2019-м группа депутатов выдвинула против экзлавы государства обвинения в коррупции и незаконном обогащении. Генпрокуратура сочла их обоснованными и лишила бывшего президента страны неприкосновенности. В августе 2019 года сотрудники правоохранительных органов взяли резиденцию Атамбаева штурмом, во время которого пострадали около 200 человек. Один боец спецназа погиб. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду и призвал военных сделать все возможное для защиты безопасности и суверенитета Беларуси. По его словам, многие люди хотят влезть в дела Беларуси, потому что завидуют и не любят белорусский народ. Между тем, многие политологи говорят, что неприятности угрожают не столько Беларуси, сколько самому Лукашенко, рейтинг которого упал до 3%. Впрочем, действующий президент говорит, что оппозиция искусственно его занижает и попросил своих политических противников не оскорблять его, называя усатым тараканом. Новости Российской Федерации. За прошедшие сутки в России зафиксировано 7 425 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил утром 23 июня Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее было выявлено 7 600 случаев. Общее число заразившихся с момента начала распространения COVID-19 в России – 599 705 человек. За прошедшие сутки с диагнозом коронавирус умерли 153 пациента. Всего с начала эпидемии скончались 8 359 заразившихся COVID-19. Выздоровели 356 429 человек. Новости нашего региона. В Воронежской области новая коронавирусная инфекция официально подтвердилась еще у 197 человек. Об этом сообщили сегодня утром в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Последние несколько дней распространение COVID-19 стабилизировалось. Ежедневно количество новых заразившихся примерно одинаковое – около 200 человек. Общее число заболевших в Воронежском регионе достигло 6 259 человек. Из них удалось выздороветь 3 178 пациентам. За прошедшие сутки болезнь победили 462 человека. С диагнозом COVID в Воронежской области скончался 31 человек. Тем временем в Европе количество заболевших коронавирусом продолжает идти на спад, а потому страны Евросоюза все больше смягчают карантинные меры. К примеру, в Испании отменили чрезвычайное положение. Там открыли границы для приезжих из большинства европейских стран и отменили обязательную самоизоляцию в течение двух недель. Но соблюдать дистанцию по-прежнему нужно. Однако в Германии снова вырос показатель R, то есть число людей, которых заражает один заболевший. Это означает, что от каждых 100 инфицированных заразится еще 288 человек. Бразилия – вторая страна в мире после США, где вирус продолжает активно распространяться. Там насчитывается более миллиона заболевших и 50 тысяч летальных исходов. Президента Бразилии Жаира Болсонару часто критиковали за его реакцию на пандемию и нежелание вести меры социального дистанцирования. Ученые предупреждают, что пик эпидемии в Бразилии пока не пройден, и эта страна может пострадать от коронавируса больше всех других. В целях сдерживания распространения коронавируса в многоквартирных домах Воронежа продолжается ежедневная дезинфекция подъездов. О роли управляющих компаний в борьбе с пандемией расскажет наш корреспондент Владислава Витковская. Такие специальные бригады не прекращают работать во всех районах нашего города практически с начала пандемии в стране. Дезинфекцию начали проводить 19 марта. За три месяца было израсходовано почти 14 тонн специального раствора. Дезинфекция одного подъезда занимает около 15-20 минут. Баллона с хлоросодержащим раствором весом 10 килограмм хватает на обработку трех подъездов. В день обрабатываем от 150 до 200 домов. С 8 числа мы работаем без выходных, с 8 до 17.00. Дома дезинфицируют по графику. Тем не менее, в управляющей компании часто поступают звонки с индивидуальными заявками на обработку от особо бдительных граждан. Приходится реагировать. Выполнено уже около 6 тысяч подобных заявок. Двор они убирают, даже около домофона дверь они моют с хлором. Дезинфекция делает везде. И лифт они моют каждый день. Есть люди жалуются, что за запах противный. Они мне говорили, почему вот воняет подъезд. Я их объясняю, потому что через час не будет запах. Мы-то все понимаем. Мы сами, когда квартиру моем, у нас запах есть от хлора. Ну, через ничего страшного. Через час все. Никакой запаха нет. Зато порядок, чистота, безопасность для здоровья. Нормально. Тем более, у всех собак есть. Если собака подъезда, дезинфекция обязательно нужна. Мы не знаем, что на улице они гуляют и какую инфекцию будут к нам привезти. Бригада клининговой службы не только проводит дезинфекцию мест общего пользования, но и проводит уборку подъездов при домовой территории, наводит порядок в подвалах и на чердаках жилых домов и контейнерных площадках. Проводилась дезинфекция или нет, но у нас есть всегда практически везде старшие по домам, которые контролируют работу специалистов клининга и обращаются также по заявочному принципу в управляющую компанию. В связи с тем, что угроза распространения коронавирусной инфекции Воронежской области еще велика, мероприятия по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах будут продолжаться и дальше. Ковид-19 на сегодняшний день является главным инфоповодом во всем мире. Пандемию и ее последствия обсуждают на всех континентах планеты. Миллионы людей потеряли работу. Абсолютно каждый был вынужден сменить свой привычный образ жизни. Врачи утверждают, что все больше людей стали жаловаться на стресс. Некоторые впервые испытали депрессию, и это неудивительно. Неуверенность в завтрашних дней страх стали едва ли не нормой. Но стоит ли впадать в отчаяние, разбирался наш корреспондент Егор Китаев. Многие россияне, в частности жители нашего города, жалуются на скуку в период самоизоляции. В народе даже стали шутить. Хоть бы уже на работу, лишь бы не дома. Но не все воронежцы стали жертвами апатии. Новые профессии освоила, брикмахерское дело, научилась вкусно готовить, больше уделяла время своим домашним животным, маме, которая уже на пенсии. Вот таким образом на самоизоляции. Но уже, конечно, соскучились и хотим на работу. Несмотря на то, что студентов разогнали по домам, работа в вузов не прерывалась. По всей стране было организовано дистанционное обучение. Прилежные студенты усердно занимались дома. Вообще к защите диплома готовились. И как? Успешно? Успешно. 25-го защита. Это Алексей и Татьяна. О том, чтобы унывать в период самоизоляции, даже не думали. Продолжительные каникулы они решили провести с пользой. В домашних условиях они решили создать новый музыкальный проект. Самоизоляция для нас, в принципе, в основном сложилась в более положительную сторону, так как у нас появилось больше времени для занятий нашим любимым делом – это музыкой. И, собственно, реализовать какие-то давно задуманные музыкальные идеи, какие-то написать новые песни, которые мы планировали уже давно. Надо подольше чуть-чуть. Чуть-чуть надо подольше паузу. Своё творчество они выкладывают в Инстаграм, где у них уже появились свои поклонники. При записи следующего видео были соблюдены все меры по предотвращению распространения вируса. У каждого человека должно быть что-то такое, чем бы он мог заняться в период самоизоляции. Потому что никогда не знаешь, как повернется жизнь, и нам очень повезло, потому что у нас есть музыка. В том, как поддерживать своё эмоциональное состояние в норме, лучше всего разбираются специалисты-психологи. Они призывают следить за своим телом и высыпаться. Когда мы оказались заперты, мы дышали воздухом через форточку, в лучшем случае на балконе. И, конечно, от этого, опять же, уровень стресса, апатичное состояние, эмоциональное состояние, они усугубились. Вот сейчас у нас есть возможность выходить на улицу, поэтому начинайте гулять. Гулять как минимум по два часа в день. И добавляйте физические нагрузки. Пандемию можно использовать по-разному. Можно сидеть и переживать, да, и просто входить в депрессивное состояние. А можно использовать этот период времени себе на пользу. На данный момент по всей стране начинают аккуратно снимать некоторые ограничения. Самое тяжёлое время позади. Было ли оно тяжёлым для всех? Сегодня мы убедились в том, что многие жители Воронежа провели этот период с пользой. Кто-то был рад тому, что, наконец, может проводить больше времени с семьёй. Кто-то уделил время учёбе. Другие попробовали новые хобби. Список можно продолжать бесконечно. Важно помнить, что каждый сам несёт ответственность за своё здоровье и личное счастье. Егор Китаев, Александр Панин, 41 канал. Аналитики провели исследование, чтобы узнать, к каким врачам чаще всего обращаются россияне через онлайн-консультации. РИА Новости сообщает, что с заметным отрывом в этом списке лидируют терапевты 50% обращений. А какова ситуация в Воронеже, узнала Виктория Азарнова. По данным Минстра в России, на сегодняшний день по Воронежской области зарегистрировано 197 новых случаев заражения COVID-19. Всего заразившихся 6259. Сейчас, конечно, идёт некоторое послабление, а в период апреля, марта-апреля это было очень актуально, потому что люди, особенно возрастные, они боялись выходить на улицы, они придерживались, в общем-то, тех рекомендаций, которые давала наша администрация. И, конечно, онлайн-консультация, учитывая, что сейчас даже люди в возрасте, они уже ориентируются и в соцсетях, и как-то освоили азы интернета, они пользуются консультациями онлайна, и это очень востребовано и актуально. Врач поясняет, что подобные онлайн-визиты намного безопаснее обычного похода в больницу, хотя в учреждениях соблюдаются все предписанные нормы в карантинный сезон – термометрию, масочные и перчаточные режимы, санитарную обработку. В любом случае, риск заражения внестендома остаётся. По словам терапевта, чаще всего за помощью обращаются больные гипертонии, а также страдающие артрозом и сахарным диабетом. Эндокринологов, в общем-то, не так много в городе, поэтому обращаются и к терапевту тоже с диабетом. Заболевания ЖКТ, язвы, гастриты, заболевания бронхолёгочной системы, заболевания почек. По статистике же сложнее переносят ковид-инфекцию люди, которые сопутствующие с тяжёлой патологией. После 60 со всеми заболеваниями, которые я перечислила – сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы – молодёжь, вроде бы, поменьше. Как-то у них поменьше рисков, и статистика в их пользу работает. Врачи призывают жителей столицы Черноземья соблюдать все меры предосторожности и предписанные постановления в период пандемии. По оценкам некоторых специалистов, в сентябре люди смогут вернуться к привычному образу жизни. Но это не точно. Виктория Азарнова, Александр Панин, 41 канал. На улице Владимира Невского жестоко избили главного тренера сборной Воронежской области по лёгкой атлетике Андрея Бабкина. Об инциденте рассказала дочь пострадавшего в социальных сетях. Андрей Бабкин сделал замечание шумной компании, распивавшей алкоголь и курившей кальян на детской площадке. В ответ молодой парень вместе со своим отцом набросились на спортсмена. В больнице у тренера диагностировали сотрясение мозга. Также оказались сломаны, выбиты несколько зубов. Потерпевший обратился в полицию. Медэкспертиза будет длиться около месяца. По информации Майо, дочь Андрея Бабкина опасается, что дело завершится административным наказанием. Егор Китаев, 41 канал. В Воронеже грабитель вынес из отделения банка почти 2 миллиона рублей. Благодаря видеозаписи был пошагово установлен ход событий. Мужчина в медицинской маске наставил пистолет на сотрудников банка, после чего повел их в подсобное помещение, где, по всей видимости, он заставил их положить наличные к себе в сумку. Закончив, преступник скрылся. Сотрудники учреждения сразу же вызвали полицию. На данный момент злоумышленник находится в розыске. Возбуждено уголовное дело о разбое с оружием. Налетчику грозит до 10 лет колонии. Егор Китаев, 41 канал. А теперь о погоде в Воронеже и области. 24 июня в регионе будет малооблачно, местами облачно с прояснениями. Ветер северный и северо-восточный от 5 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в Брисоглебске плюс 22 градуса, небольшой дождь. В Боброве и Лисках плюс 23. В Бутурлиновке, Нижнедевицке, Острогожске и Павловске 24. Такая же температура в Россоше, Хохле и Семилуках. В Рамоне плюс 25. В Богучаре 27 градусов. В Воронеже 24. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Православная церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву. В народном календаре дата получила название Варнава-земляничник. Согласно поверью, в этот день нельзя рвать траву. 24 июня именины празднуют Ефрием, Варфоломей и Мария. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра ровно в полдень, в 19.30, в 20.30 и в полночь по московскому времени. А также смотрите в интернете онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41-го канала и на нашем ютуб-канале. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го. Редактор субтитров А.Семкин